Приветствую вас! Да, Трамп дал жару! Боже, чего он только не наговорил, что Украина уничтожена, что все, Украина все проиграла, что надо немедленно сдаваться Путину, что Зеленский его нападает и т.д. Все есть! О чем это говорит? Это говорит о том, что Трамп выборы проиграл. Это агония. Ну, понятное дело, что когда человек видит, что все валится, все уничтожается, он начинает, что называется, срываться с катушек. Помните же разговоры, что вот, мол, типа Украину и управляет там посольство США. Теперь получается, что Украина управляет США, да? Да, 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 в данной ситуации, да, действительно, Зеленский делает ставку на Харрис, не спорит. Да, действительно, для нас победа Харрис более выгодна, чем победа Трампа. Это не значит, что если даже Трамп станет президентом, что-то поменяется. Я много раз вам говорил еще, повторяю, США решает американские олигархи, президент их слова, раб. В свое время, когда еще первый раз избирали, Трамп он тоже ночью обещал и санкции снять, и там Крым отдать Путин, все было. А потом, а потом, говорю, да нельзя, оказывается. Так что тут разницы особо нет. Ну, единственное, что он более шумный, да, более такой, знаете, активный, более, он не пророссийский, он проамериканский. Вот такая ситуация. Да, действительно, на сегодняшний момент его напады на Зеленского, это вот, говорю, вот, чистейший огонь. Последний вопрос показали, что разрыв между Харрис и Трампом очень сильный и в сторону Харриса. Да, 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 я знаю, что Илон Маск специально в Твиттере печатает фальшивый опрос. Ну, что вы поделаешь, ну, выборы, выборы. Во время выбора используются все грязные технологии. И да, действительно, Илон Маск умышленно показывает, что вот, да вы что, нет, нет. Есть вопросы Reuters, ну, вот, такое агентство, которое, тем более, они совместно проводят с довольно известным. И последние вопросы показали, разрывы увеличиваются. Прежде всего, за счет того, что Трамп, скажем вот так, это человек старой эпохи. Его лозунги все строятся на бредовых идеях, как хорошо было жить в 60-х годах и так дальше. А молодежь это не воспринимает. Ну, во-первых, она их не помнит в 60-х, а во-вторых, понимаете, вот эта вот картинка, что вот, Великая Америка в 60-х годах, она не воспринимается абсолютно. Причем даже то, что Трамп, скажем, я вам дам работу, он же не понимает, про какую он работу говорит. Тем более, у него представление, работу на заводе. Вы что, ненормально на заводе идти? Не, просто говорю, что он застрял в той эпохе, и он пытается, а... Да, Трампу было очень комфортно с Байденом, потому что, ну, на фоне Байдена смотрелся лучше. Два старика лучше, а с Харрисем и сложно. Ну, во-первых, Харрис очень сильно подтянула молодежь. Это просто что показывает, что, возможно, в США произойдет чудо, не, действительно чудо, молодежь придет голосовать. Потому что, как правило, молодежь не голосует. Во мной странах мира, не удивляйтесь. Она себя пассивна. Ну, просто политика, это больше удел таких. А тут молодежь активно, мало, ну, хочет, потому что у молодежи появилась альтернатива. Ну, понимаете, между выбирать, между Байденом и Трампом, ну, там действительно выбирать. А тут другой. Причем Харрис, она действительно давит, она же использует молодежный сленг. А Трамп же, ну, это... Ну, и плюс ко всему, она действительно очень сильно обыграла вот этот сексизм Трампа. Понимаете, он залез в поле, которое опять говорит, это было, было когда-то, да, когда-то в США были эти лозунги, что жена должна быть на кухне. Все это было. Это 60-е, 50-е, да, и давно прошло. И то, что он пытается, вот, ну, это так воспринимается глупо, бессмысленно. И по этой причине, да, действительно, сейчас все вопросы показывают, Трамп проиграл. По этой причине он бесится, злится, выступает, скандалит. Это не помогает. Ну, даже вот эта вот попытка, типа, обвинить, что вот Зеленский приехал на завод в Пенсильвании. А там ведь что произошло? Зеленский приехал на этот завод, и как раз был митинг у Трампа. Митинг сорвался. Полностью сорвался. То есть там даже при всем старании, ну, нагнали людей, они помахали, покричали. А когда посмотрели поле митинга, Трампа не заметили. А вот визит Зеленского на завод заметили. Ну, имеется в виду средства массовой информации и социальные сети. Как? Когда? Да. То есть просто, так что здесь действительно повлиял, повлиял. Ну, смотрите, какая ситуация. Можно по-разному оценивать визит Зеленского в США. Тем более тут, ой, все зависит от того, с какой стороны будете смотреть и что вам это надо. Любой визит, это просто визит. Поговорили, пообсуждали, поскандалили, помирились, пропиарились. Понимаете, вот для политиков очень важен пиар. Да, пиар шикарный. Шикарный, шикарный пиар. Причем пиар в разные стороны. Понимаете, как ситуация. Сейчас вот Трамп своим выходком опять вернул интерес к войне, американцев, к войне Украины. Потому что, да, начали подзабывать. Спорить не буду. А тут он поднял вопрос. Еще поднял. О, это уже хорошо. Так что, да, баталии продолжаются. Напоминаю, выборы будут, по-моему, 4 ноября. Так что еще как бы время есть. Октябрь тут сейчас будут тоже баталии. Да, сейчас будет очень много разговоров, прежде всего, про экономику США. Вообще, чтобы правильно немножко поняли, все-таки главный лейтмотив это не Украина. Это экономика США. Они там бодаются один одного. Да, здесь в данной ситуации Украина немножко со стороны. Плюс ко всему, по большому счету, действительно, сейчас как бы для Украины очень важно, чтобы, ну, Байден, пока, на чем при власти, максимально использовал свои возможности. Вот это вот выделение денег, так дальше, это важно. Тут даже такая ситуация, если даже сейчас принимают решение выделить оружие, то и будет поставлять еще там, будет все тянуться. Тоже немаловажно. Но, ситуация, да, действительно, на сегодняшний момент военная. А в любой военной ситуации всегда вот такая вот риторика. Всегда очень много срача, пиара и войны. Война продолжается. Проблема заключается в том, что, действительно, эту войну не так-то просто закончить. И вот эти вот заявления Трампа, я позвоню, закончу, это все не работает. Не, я знаю, знаю, что сейчас будет очень много. Вот, Трамп придет, позвонит, Зеленского заставить. Не, Зеленского заставить нельзя. Вот в данной ситуации Трамп признал, что он боится Зеленского. Не, насчет встречи, он должен был встречаться, это однозначно, я знаю. А потом испугался. Серьезно, испугался. Ну, во-первых, его очень сильно расстроило, что он провалился. Пенсионер, это полный провал. А потом еще испугался. Он испугался, что, ну, Зеленский на счет, говорит, аж, понимаете, Трамп же, он играет на публику. Вообще, он очень боится, очень сильно, потому что, вот, когда с ним играет, он прыгает. Ему удобно играть с Путиным, с Аласи, ну, с тем дурачком-то, это не зло. А вот с Зеленским сложно. Почему он испугался, действительно? И по этой причине, вот, а, плохо, то. Но, опять же говорю, с точки зрения политики, хорошо. Больше внимания к Украине. Что касается ООН, ну, поймите, я к этому отношусь довольно так. Эта структура давно не работает. Да, есть заявления, есть выступления, есть это самое, но. Реформирует Совет Безопасности? Надо, ну, я бы сказал, надо весь ООН распустить. С моей точки зрения. Он не работает. Тем более, что, вот здесь я согласен с Трампом, кучу денег тратим, неизвестно, что. Да, это факт. С другой стороны, ну, как бы, площадка для дискуссий. Да, они спорят, что это очень дорогая площадка для дискуссий. Такого варианта есть. А так, в принципе, да, действительно, все строится по этому принципу, что запускается пиар, поговорили, повыступали, пофотографировались. Но, обращаю ваше внимание, что очень хорошо, что там Зеленский, ну, собрались там всякие Шольца, Макроны, пообщался с многими. Это очень хорошо. Ну, чтобы по всем ездить, так рядышком. Да, я понимаю, что кто-то там план Зеленского поддержал, кто-то против, кто-то, ну, не так, тогда. Помните, план Зеленского, это просто план. Один из. У нас этих планов и будет еще. Потому что война продолжается, и планы будут, будут, будут. Но это не значит, что их не должно быть. Да, план довольно простой. Надо больше оружия, надо больше денег, и Украине будет проще уничтожать путинскую Россию. Вот такая ситуация. Да, по большому счету, вот, и вот эта ядерная угроза со стороны Путина, это еще раз подтверждает, Россия войну проиграла. Щент. Проиграл. Ну, понимаете, один умный человек сказал очень просто. Если бы Россия захотела нанести ядерный удар, она бы это давно сделала. Она это не может. А может только делать заявление. Да, согласен полностью. То обстоятельство, что при желании Россия могла давно нанести ядерный удар, это факт. Ну, вы знаете, что фашистские россияники из закона не соблюдают. А то обстоятельство, что они тут так, причем как раз в этот момент, когда это все происходит, они сделали заявление, это еще раз показываю. Потому что Россия эта война проиграла. Ну, а Трамп проиграл выборы президента США. Вот такая ситуация. И вот такое вот видео. Что называется «Наконец недели». Но шоу продолжается. И война, к сожалению, продолжается. А я закончу свою любимую цитату. Я вас попереджал. Я ж вас попереджал. В листопаде 2013. Не робите. Будет погано. Что вы мне кричали? Хочем дешевое шоу. То оно продолжается. И, на жаль, я его не могу остановить. Ни каким-то звонком. Это будет долго. На жаль. До свидания. Виталий вас. Ну, если вы смотрите мой канал, значит, что-то зацикавило. Поэтому я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стринку моего канала. Тисните кнопочку спонсорство. И два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и клуб экономической мудрости. Дешевше не бывает. Это, первое, для тех спонсоров, которые хотят посмотреть премьерный показ эксклюзивного видео, поспілкуваться, задавать вопросы под час стрима и отримать ответ. Клуб экономической мудрости, ну, это уже, если вы хотите, заниматься бизнесом и не разоритись. Инвестировать деньги не только в Украине, а и за кордоном. И как это сделать правильно, чтобы был прибуток, ну, и податки правильно платить. Ну, самое основное. Клуб экономической мудрости, это про экономику, но настолько простыми словами, что, даже если вы не экономист, все понимаете. Так что ставайте спонсором, не пожаркуйте.